Неофициальный дачный сезон открылся на пару недель раньше, чем в Барнауле запустили специальные садоводческие маршруты. Заядлые дачники передвигались на обычных городских автобусах в 55-м, 108-м, 25-м, 134-м и других. Но уже в первые дни работы спецавтобусов на некоторые дачные направления выстроились очереди. Ни о каком соблюдении дистанции речи, разумеется, не шло. Когда на машине, когда на 134-м. А вот дополнительные летние, для чего тогда? Ну, потому что там много народа. То есть все равно толкучка-то есть? Да, да. А на сколько вообще они востребованы? Нам много востребованы, практически. Потому что есть те, кто на 55-м. Ну, сами видите, сколько народу. То есть это именно на специальный транспорт? Это на какой получается? А? Это вы на какой получается? 118-й, за Степнова-2. Ага, а он на граждан. На садах. Вы, 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 родной подходят, похоже. Переполнены не все автобусы. Есть люди, которые предпочитают ехать на своем авто, а есть и те, кто еще не готов работать на участках. Но водители этих направлений, например, маршрута 111, ждут наплыв пассажиров в последующей неделе. 125-й автобус сегодня первый раз. Пошел мы, да? Постоянно на нем ездим, конечно. Переполненность сейчас есть или летом? Нет, нет. Утром стояло человека два, наверное. А сейчас мы вообще ехали, что-то, 10 лет назад. Переполнений не было, так. По сидушкам даже не было еще. Один автобус. А вообще на воскресенье будет два автобуса. То есть в воскресенье обычно больше ездить людей, да? Ну, я думаю, больше будут съездить. Тем временем пассажироперевозчики, такие, например, как Евробус Плюс или Вегатранс, заявили о том, что для них дачные направления убыточны. Но исходя из социальной необходимости, они будут работать весь сезон. По словам представителя Ассоциации пассажироперевозчиков Барнаула, в убыток работают не только дачные, а вообще все маршруты. Коррективы внес карантин. Пассажиропоток упал на некоторых маршрутах, особенно первое время до 70%. Поэтому, конечно, конечно, и садоводческие маршруты работают, конечно, в убыток. Тем более, что если раньше люди ездили, была возможность, ездили утром, на дачи поехали, вечером вернулись. Сейчас, если уж разрешили на дачах, то они уехали туда и неделю живут. На сегодняшний день работают все садоводческие направления. На линии выпущены больше 30 единиц транспорта. Салоны дезинфицируются после каждого выхода на линию. Дачников пока все устраивает, кроме расписания. Некоторые маршруты сильно задерживаются. По итогу, в первые дни работы дачных маршрутов спрос на них был не очень высок. Сами водители этих маршрутов предполагают, что повышение пассажиропотока будет в мае. Что касается количества выпущенных на линию автомобилей, дачники считают, что их вполне достаточно, чтобы спокойно ездить на дачу и обратно весь сезон. Полина Жданова, Андрей Печоркин. День с толком.